Лазарева суббота А в этот день читается Евангелие о воскрешении Лазаря. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 45 стих, зачало 39. События Лазаревой субботы предваряют события входа Господня в Иерусалим. И если мы будем живы, Господь позволит, то следующая беседа будет на эту тему. Итак, Евангелие за литургией на Лазареву субботу. И мы читаем. «Был болен некто Лазарь из Вифания, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими». Сестры послали сказать Ему, то есть Христу, «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий». Надо сказать, что сестры Лазаря, Марфа и Мария, они преобразуют собою две добродетели христианского служения. Мария преобразует собою добродетель созерцательного служения Богу. А Марфа преобразует собою добродетель деятельного служения Богу. Редко бывает так, что в жизни одного человека совмещается и созерцательное, и деятельное. Чаще человек как бы выражает одну из этих добродетелей в своей жизни. Итак, услышав о том, что Лазарь болен, Христос говорит, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией». О чем это? Существует устоявшаяся точка зрения о том, что болезнь может быть за грехи, болезнь может быть к смерти, и болезнь может быть к славе Божией. Болезнь за грехи – это как бы форма очищения для заболевшего, потому что в Писании сказано, что страдающий плотью перестает грешить. И именно в момент болезни люди произносят особенно горячие, пламенные, покаянные молитвы перед Богом. Бывает болезнь за грехи родителей. Об этом тоже говорится в Святом Писании. Болезнь к смерти – это когда человеку надлежит умереть, но Господь не хочет, чтобы это произошло как-то неожиданно для самого человека, и он посылает сначала ему недуг, болезнь. Через нее ослабляются все связи плотского характера, и душа умирающего приготовляется к встрече с Господом. Болезнь к славе Божией – это когда человек в своих недугах переживает высоту духовного подъема. Верующие люди воспринимают любой недуг, любую болезнь, как нечто, что они получают от самого Бога. И они духовно возрастают в таком состоянии. И далее мы читаем. «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». Это семья, семья Лазаря и его сестер Марфы и Марии, Вифаний. Это был дом, в котором Христос любил останавливаться. Эти люди особенным образом были преданы Ему. И далее, шестой стих. «Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился». Почему он пробыл два дня? Как бы выжидая развития вот этой ситуации. «После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда». То есть ситуация в Иудеи крайне накалилась, и ученики опасаются и не без оснований за Христа. Далее, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 9 стих. «И Иисус отвечал, не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Христос сам есть свет, и Он есть тот свет, о котором сказано, и свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Но Христос есть свет и в том смысле, что Он проницает тьму неведения будущего. Он знает, зачем Он возвращается в Иудею, для чего и что Его там ожидает. И такими словами Он утешает своих учеников и посвящает их в предстоящую тайну воскрешения Лазаря. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики Его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Казалось бы, логичнее здесь было поставить слово, то проснется. Почему ученики говорят так, как они говорят? Они имеют в виду, что иногда недуг является препятствием для сна, когда человек в беспокойстве болезни никак не может уснуть. А если он засыпает, это всегда признак того, что ему как бы полегчало. Может быть, он идет на поправку. Поэтому они говорят, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Здесь возникает вопрос, а почему Христос говорит о смерти как о сне? На самом деле это вполне правомочно, потому что смерть не является чем-то окончательным в жизни человека. и по смерти человека ждает воскресенье, как некое чудесное пробуждение от Бога. «Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там». Вот почему он помедлил два дня. «Дабы вы уверовали, но пойдем к нему». То есть для учеников было важным увидеть воскрешение Лазаря. Ведь на грядущей седмице предстояла смерть самого Христа Спасителя. Но, став свидетелями воскрешения Лазаря, они понимали, что Христос есть тот, которым принадлежит и начало, и конец. Он есть альфа и омега, первый и последний, подлинный смысл человеческой истории в целом и жизни каждого человека в отдельности. И Христос хочет вести их в эту радость чудесного воскрешения Лазаря, чтобы, когда потом они увидят самого Христа умершим на кресте, они бы с надеждой ожидали его воскресения. «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Почему Фома так говорит? Потому что была угроза при возвращении в Иудею, что на Христа и на его учеников могут напасть. Далее, 17 стих. «Иисус, придя, нашел, что он, то есть Лазарь, уже четыре дня в гробе. В Ифании же была близ Иерусалима, стадии в 15-ти, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братье их». В Писании сказано, что лучше дом плача, чем нежели дом веселья. И в иудаизме три основных добродетелей, как это понималось в то время, это заниматься сватовством, это можно было делать даже в субботу, навещать больных, это тоже можно было делать даже в субботу, и хоронить умерших. Это тоже можно было делать даже в субботу. И вот по этому заведенному правилу иудеи пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братье их. Обычно, когда начинались траурные мероприятия, прежде всего переворачивали кровать покойника, потом читали книгу Иова и собирались на общественную молитву, миньян, чтобы десять или больше десяти человек читали бы молитвы в память об усопшем и утешали бы его родных и близких. Но человеческое утешение, что оно может дать нам, когда смерть некой такой необратимой реальностью становится перед каждым из нас? Поэтому Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Марфа спешит к Иисусу. Иисус уже воскрешал мертвых, творил другие чудеса. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». То есть у нее есть полная уверенность, что Христос мог бы исцелить Лазаря. «Но и теперь знаю», добавляет она, «что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Сам Христос является источником жизни. Он – жизнодавец. Иисус Христос – это Сын Божий. Это Бог. Одно из имен которого сущий. Яхве и Иеговы – сущий. То есть самодостаточный. Отличие сущего Бога от всех существующих тварей. Все существующее существует относительно чего-то. От ключей у нас там воздух, воду, пищу. И наше существование прекращается. Но Бог – сущий в том смысле, что Он самодостаточный. И о Нем сказано в Библии, что мы им живем, движемся и существуем. И когда Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой», Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Она здесь обращает внимание Христа на то, что она верит в воскресение, которое произойдет в последний день, имеется в виду день незакатный, день Господен, как он называется в Библии, который, начавшись, он уже никогда не прекратится. И Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли всему? Что могут означать слова «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек»? Имеется в виду, что для верующего человека смерть не является чем-то трагическим, абсолютно безысходным. Как апостол Павел восклицает, «Для Меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». И когда для верующего человека гаснет сияние этой жизни, он входит во свет Христов. Это имеет в виду Христос, когда говорит, «Живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Веришь ли всему?» спрашивает он Марфу. Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Вот когда подобное исповедание произносит апостол Петр, Христос говорит ему, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Это значит, что и к сердцу Марфы прикоснулся Бог Отец своей благодатью и открыл ей тайну о Богочеловечестве своего Сына Христа Иисуса. «Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, то есть совершали таким образом погребальный некий обряд, действия по отношению к родственникам, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Плакать на гробе, то есть близ гроба. Это была одна из митцвот в иудаизме того времени. И чтобы ее исполнить точно, даже эти слезы собирали в некую скляницу и клали в гроб умершего или зарывали перед входом в этот гроб. А гробом в те времена служили пещеры. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой?» Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Христос воскорбел духом не потому, что он не может остановить смерть. Он воскорбел духом о нашей человеческой неспособности преодолеть или даже принять факт смерти наших ближних. Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри!» Иисус прослезился. Почему он прослезился? Он оплакивает нашу беспомощность перед лицом смерти. Он переживает за нас. Еще в Ветхом Завете было сказано, что Бог не хочет смерти грешного. И более того, в Ветхом Завете сказано, «Бог не хочет смерти умирающего». И вот эти слезы Иисуса, с одной стороны, это исполнение принципа, что надо оплакивать усопших, а Христос исполнял закон во всех его тонкостях и деталях. С другой стороны, это скорбь за нашу беспомощность, как, например, падение ребенка на улице может умилить нас до слез, потому что он еле ходит, он еще не способен к самостоятельным действиям. Мы переживаем и волнуемся за Него. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как Он, то есть Христос, любил Его». Они говорили это друг другу. И некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». По понятиям того времени камень можно было отнять от гроба только через год. В жарком климате за это время тело целиком разлагалось, оставались только кости, их обтирали маслом и вином и складывали специальные ассессуарии. А здесь только четвертый день. Иисус говорит, «Отнимите камень». Да, вы оплакали мертвого, да, вы обмыли у мертвого, да, вы положили во гроб умершего. Отвалите теперь камень, который вы приложили ко гробу. Вы сделали все, что вы смогли сделать со своей стороны, теперь предоставьте место действию. Бога, как бы говорит он, отнимите камень. «Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе, Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию». И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. И мы с вами представляем, как, отворив камень, они быстро отбегают, опасаясь зловония этого сладковатого запаха мертвого тела, потому что был четвертый день. «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал себе для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон». Кто говорит, «Лазарь, иди вон?» Это говорит то логос слова, которое сказало, «Да будет свет, и стал свет, да будет тверд, и стала твердь». Бога слово, «Христос», говорит, «Лазарь, иди вон, и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком». Здесь все непостижимо, все необъяснимо, как может выйти мертвый, как может выйти обвязанный по рукам и ногам закрытым лицом. Это чудо во всех отношениях, но это чудо воскрешения Лазаря, которое вдыхает надежду в наши сердца, и ученики Христа были свидетелями этого чуда, и теперь, когда они увидят его мертвым на кресте, буквально на следующей неделе, они будут думать о том, о тот, кто сам воскрешал умерших, может ли он силой ипостасного божества по воле Отца Небесного действием Святаго Духа восстать из гроба. И Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет, вот это подтверждает чудо. Он вышел, будучи обвязан по рукам и ногам, но теперь он обычный человек. И Христос говорит им, развяжите его, пусть идет, а он уже восстал, он уже вышел из пещеры. Здесь одно чудо сопровождает другое. Тогда многие из иудеев, пришедшие к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Вот это событие Лазаревой субботы предваряет вход Господен в Иерусалим. Молва об этом чуде, воскрешении четырехдневного покойника разнесется быстро, ибо Вифания рядом с Иерусалимом, и толпы людей выйдут встречать его с пальмами, ветвями в руках, они будут постелать свои одежды, они будут приветствовать его как пророка и как царя, который преодолел смерть в жизни своего друга, воскресив его из мертвых. Но как это будет происходить и какое значение духовное имеет вход Господен в Иерусалим, мы поговорим в следующий раз, если будем живы и Господь позволит. Спасибо.